Дает ли Каббала какие-либо конкретные советы для управления бизнесом? Нет. Очень много каббалистов просто есть, которые дают советы, как вести бизнес. Как вести бизнес? Ну, какие? Что за каббалисты такие? Я не знаю таких каббалистов. И вообще, где он нашел каббалистов в мире, которые тем более дают советы, как вести бизнес. Каббала говорит о том, что бизнес надо вести таким образом, чтобы он был для пользы людей, для блага людей. Вот можешь ли ты создавать сегодня что-то такое, в чем люди действительно нуждаются? Не для того, чтобы ты должен был заработать и побольше, и желательно с нулевыми затратами и с максимальной прибылью. То есть, ты стремишься к стопроцентной прибыли, а вот ты стремишься к тому, чтобы людям было стопроцентно удобно, хорошо использовать то, что ты производишь, и это для них действительно необходимое в жизни, а иначе ты это не будешь производить. Мы обязаны начать относиться к себе, к миру, к природе, к обществу таким образом, чтобы начать сокращать все наши производства до необходимого уровня. До такого, когда нам остается только необходимое для нормального существования. То есть, мы не собираемся обратно возвращаться в пещеры, в хижины, в какие-то там норы в земле, в шалаши. Мы нормально живем и существуем. Но давайте сокращать все лишнее, все ненужное. Все это приносит огромный вред, уничтожает все окружающее. Давайте попробуем обратиться к разумному потреблению. Не к максимальному, как пропагандируют американцы, но сегодня они уже тоже особенно это не пропагандируют. А давайте обращаться к обратному, к разумному потреблению, то есть к нормальному, не к минимальному, как кажется, может быть, из моих слов, а просто к равновесию. Чтобы у всех было все в минимальном, в нормальном виде. Субтитры создавал DimaTorzok